Мне кажется, что графа против всех, безусловно, нужна и политикам, и избирателям, потому что это способ тоже выражения своей позиции. Другое дело, что в России за многие годы вот этой перекройки совершенно произвольной избирательного законодательства народ слегка подотвык от голосования против всех, и поэтому альтернативой голосования против всех стало просто неявкой на выборы. То есть у нас, грубо говоря, роль вот этой самой графы против всех является пассивное абстрагирование от участия в голосовании. Поскольку власть, как говорится, в полюбероне дураки сидят, они подстелили соломки, они сняли избирательный барьер, нет у нас никакого цен заявки, и в любом случае, сколько бы человек ни пришло на выборы, они считаются состоявшимися. Вот это, конечно, очень спорный момент, потому что, если, допустим, придет 5% москвичей, и сколько-то из них проголосует за кандидата от партии власти, будет считаться, что человек прошел через всенародные выборы, что не есть правда. В 90-е годы законодательство было более разумным, в частности региональное. Вот, например, во Владивостоке там прошло чуть ли не 20 итераций голосования в городской парламент, потому что явки не было, то есть 25% никак не могли набрать, и город жил без парламента. С одной стороны, это плохо, да, безусловно, с другой стороны, это отражение реальных настроений, а они были такие именно, нигилистические и так далее. Поэтому, мне кажется, что введение этой графы, да, это оправданный шаг, но очень нескоро люди догадаются, что выразить свой протест, неприятие с политикой власти, нелюбовь к разного рода кандидатам от разных политических партий, можно будет выразить именно таким образом. К сожалению, процент голосования против всех обычно 3-4%, то есть сопоставим с статистической погрешностью. Поэтому я за, но не очень верю в то, что это эффективная мера.